Всем привет! С вами Илона. Сегодня у меня первый отчет по совместному проекту Волшебная карусель и моя работа Bluebell от дизайнера Норы Корбит Вот такая вот фея-колокольчик. Что хочу сказать? Я думала, как мне использовать вот эти материалы, которые идут в этой работе, лучше. Ну, это ручного окрашивания вот эти ниточки. Кстати, написано, что это силк, шелк, да? Ну, вот, видите, написано силк, это шелк. Поэтому мне безумное доставило удовольствие иметь работать. Вы не представляете, это просто прелесть. Очень маленькие ниточки. Да, вернемся к материалам. Я, конечно, очень хотелось бы мне получать от этой работы удовольствие, а не вышивать кусочками, потом стирать работу, опять возвращаться, опять вышивать. В общем, что решила я? Решила я ткань, ну, то есть этот лен, на котором вышиваю, постирать изначально, отгладить его, ну, и натянуть снова на кюснапы, то, что я и сделала. Ну, и потом я уже начала вышивать эту работу и просто кайфовать. Пришивать все материалы, которые идут. И когда я закончу эту работу, я просто ее где-то там местами, где будет загиб или что, немножечко отпарю утяжочком, ну, и все на этом будет. Так вот я решила, потому что как-то я... В общем, не хочется мне возвращаться, понимаете? Не хочется. Ну что, посмотрим, что у меня на данный момент есть. На данный момент вот такая у меня получилась уже край юбочки и торчащие две изящные, элегантные ножки. А вам эта юбочка ничего не напоминает? А мне так напоминает? Мне очень напоминает бутончик колокольчика. Вот посмотрите, даже если брать цветок, даже на вот этой картинке, брать цветочек, видите, форма такая. И здесь вот такие вот края лепесточков, вверх смотрят, и у нее то же самое здесь, видите? На юбке. И бутончик идет. И этот бутончик заходит прямо сюда к нежной талии. То есть вот эта вот сама юбка, это бутончик колокольчика. И торчащие две ножки, это как своего рода вот эти пестики. Значит, вышивала я ножки петитпоинтом. В схеме указано просто крестиком, но решила я вышить именно так. И для того, чтобы мне было легче, я в этой работе использовала тот метод, который обычно не использую. Использовала я еще этот, кстати, метод, который используют практически все на YouTube вышивальном. Ну вот, каждый вот, кого не смотрю, все используют этот метод, то есть вот этого заштрихования. Я его никогда не использую. Вот начала использовать в своих гиацинтах от Теи Гувернер, потому что там очень близкие цвета и значки, и все, и мне так тяжело стало, я стала закрашивать, и в этой работе я тоже стала использовать. То есть вот эти ножки, видите, у меня такие получились, салатовые, смешные. Но здесь использовала, чтобы не сбиться, потому что каждая клеточка содержит гобеленовый стежок, четвертую часть, да. Вот поэтому я вот использовала методом вот этого закрашивания. Значит, как говорится, никогда не говори никогда. Ну, я стараюсь этого и не говорить, но подумала, подумала, вот тебе найлонка. Нечего такого думать. Получай. Вот, значит, дальше. Вышила педитпойтом. Эта ножка, вот эта первая, я вам сейчас поближе покажу, она немножко такая вот, тяжеловато шла мне. Вторая ножичка у меня уже шла легче. Я ее буквально вышила за полтора часа. Я даже не ожидала, что так это будет быстро. Сама от себя. Еще хочу дать такую заметочку, отметочку, что на льне вышивать педитпойт намного легче, чем на мурана. Гораздо легче. Во много раз. Ниточка хорошо ложится. Главный принцип здесь, главный принцип, это ниточку не затягивать. Чтобы у вас не образовывались вот эти дырки. Просто вот как ложится, чуть-чуть, чуть-чуть буквально подтянули и пошли дальше. Чуть-чуть подтянули и пошли дальше. Единственное, что раскручивать, конечно, чтобы у вас две вот эти вот, две ниточки рядышком, которые идут в этом стежочке, чтобы они ложились ровненько, друг к дружке. Вот. За этим, ну, нужно следить. Ну, а так, в принципе, больше никаких таких замечаний нет. Значит, на этой работе я немножечко исправляла бэкстич, потому что в дизайнах от Миробили мне не очень нравится бэкстич. Он такой, какой-то угловатый. Вот. И в Сильвермонти я тоже там немножко исправляла, потому что как-то вот немножко сглаживала эту угловатость. И вот здесь на пяточке я закруглила, и вот тут вот тоже округление сделала, чтобы ножка была такая изящная. И окажут нас на Украине тендитно. Дуже гарно слово сюда подходить. Тендитно такая нижечка. У нас такая е. Вот. И вот такая изящная ножечка получилась. И одна, и вторая. Вот. Ну, и материалы. Значит, поговорим о материалах. Крупнейшие вот эти бусины стало сразу пришивать теми нитками, которыми обычно пришиваю. Но это вот эти вот бусины. Они очень большие, крупные. Это шестерка у нас по нумерации Милхила. Они напоминают мне росинки. Смотрите, как росинки такие крупные, очень крупные. Вышивала обычной той же ниткой, как обычно. Так. Использовала также здесь вот такой крейник. Ну, то есть, все по ключу. Вот в этой области у меня идет уже вот эти ниточки ручного окрашивания. Вот эти, с которыми очень приятно работать. Мягусенькие, просто прелесть. Вот на вид, когда я их получила, ну, нитки как нитки, они мне как хлопковые, да, вот. Но когда начала ими вышивать, вы знаете, это полный балдеж. Очень мне понравилось. Вот. Значит, дальше идет у меня здесь используется крейник. вот этот вот. Достаточно это тонкая ниточка. Смотрите, какая тоненькая, видите? Очень тоненькая, как прям бисерная. Значит, по ключу здесь нужно вышивать в одну нитку, но для меня это показалось именно вот этой ниткой, да, показалось очень это, ну, жиденько, скажем так. Поэтому я вышивала в два сложения. Ну, вот такие крестики получились. Вот. Такие вот мои замечания. по этой работе. Очень красивые оттенки, конечно. Работа, она очень легко шьется. И на льне получаешь огромное, конечно, удовольствие. Вот. вот такой вот мой отчет по этой работе, самый первый. Ну, и, в принципе, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, за ваше внимание. и всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.